всех приветствую хочу показать сегодня вот такую красоту это гибиску слеполистный варигатный разросся он у меня огромных размеров в ширину 60 сантиметров и высоту тоже 60 возможно на видео он не выглядит таким большим но поверьте мне он очень огромный и хочу я его обрезать обрезать и посадить череночки на укоренение хотела еще раньше это сделать где-то дни 10 назад мы подумала что подожду до февраля феврале уже будет лучше укореняться растению несколько лет мне кажется года 4 назад его покупала купала череночком небольшим по моему в три листа что ли черенок был сейчас я буду его вместе с вами обрезать видите какие длинные ветки тоже длинная веточка тоже ветка длинная и в заде ветка длиннющие такие мне длинные не нужны хотя он как крупномер смотрится очень красиво в живую намного лучше чем сейчас на камере если его посадить большой напольный горшок я видела некоторые так и делают так и сажают большие напольные горшки в интерьере смотрится очень красиво я возможно когда-нибудь и посажу тоже в красивый горшок его пересадка ему обязательно нужно в этом году я буду пересаживать его потому что грунт пересаживаю каждый год но грунт уже там даже корни уже видны грунт уже старенький свалялся и даже если я его сейчас постригу все равно он за лето у меня на балконе хорошо разрастется я потом тоже смогу его если захочу в напольный горшок посадить так поближе к стеллажу попробую поставить светлее на естественном освещении смотрится красивее намного здесь сейчас у нас вечер уже немного темновато установлю телефон на на кронштейн и будем сейчас с вами вместе резать его этого красавчика в принципе здесь ничего сложного нет обрезка займет совсем немного времени потому что я обрезаю вот так вот очень легко растение не не маленькая и обрезка будет очень легкой хорошие череночки такие шикарные череночки это слово хорошие будет расти он у меня с нуля не каждый бы рискнул конечно этим но я думала долго думала полмесяца наверное думал я над ним он какой шикарный просто саженец еще бы их укоренить конечно с череночки не особо легко не укореняются и укореняются долго кстати черенки гибиску соли полистова вот этот саженец всем саженцем саженец он наверное сантиметров 30 диаметре если не 40 точно вам говорю вот такой лысенький он у меня остался сейчас я еще подумаю что с ним сделать возможно я вот так вот чикну его и пускай уже ответвление пускает какие ему вздумается наращивает постоит месяцок еще у меня как мне на кухне стоит он сейчас и буду я его пересаживать когда новые росты пойдут вот такой лысый кустик получился так сейчас подумаю наверное скорее всего еще мы с вами посадим его потому что иначе видео у меня очень короткое будет просто с обрезкой будет еще посадка получается 34 я думаю больше будет саженцев но получилось всего лишь с такого пушистого с такого пушистого растения всего лишь о какие шикарные саженца 4 саженца но зато какие они очень нарядные мощные крупные классные вот я приготовила стаканчики с грунтом для двух череночков которые побольше размером 200 граммовые стаканы на дно я положила перлит и на перлит чуть-чуть муха сфагнума перлит где-то чайную ложку полную и сфагнум совсем чуть-чуть ну прям вообще немножечко прям и два стаканчика маленьких тоже перлит и сфагнум давайте посадим сначала палочками такая приготовила сначала большие череночки потом поменьше вот такой красивый срезы ничем не обрабатывая немного подсохли минут десять можно было подсушить побольше полчасика но у меня сейчас времени пока полчаса нету у меня в планах уже другие дела поэтому мне нужно быстрее посадить ничего с ним не случится подсохли минут десять-пятнадцать вот такая красота у меня получилась сейчас мы с вами посадим все все череночки также таким же образом давайте тоже большой какой огромный этот вообще очень огромный место бы еще найти на стеллаже столько потому что очень много займут место на стеллаже сейчас а у меня там растений и так много стоит на укоренение но придется искать куда деваться место ой ну просто шикарный жирный такой череночище да осталось два маленьких на посадку но они не маленькие они тоже тоже такие славненькие череночки хорошенькие ствол у них уже одревеневшие всех а то бывает еще с мягким стволом иногда сажаю я но вот с таким стволом хорошо укореняются с древеневшим но укореняются они долго до трех месяцев гибискусы так вот черенок я пожалуй немного еще обрежу подсушивать не буду вот так вот покороче сделаю вот слишком длинная палка мне не нужна я не люблю слишком длинные грунт у меня верховой торф плюс немного универсалки ну наверное 50 на 50 где-то так нет не 50 на 50 универсалка у меня получается больше даже здесь верхового торфа где-то процентов 30 на процентов 70 универсалки разрыхлитель и перлит фермикулит циолит можно либо что-то одно и зола либо уголь немного мелкой коры там у меня еще есть вот такой у меня грунт приготовил я сразу водичку вот у меня такая вот штучка я поливаю ей сейчас поставим во вторые стаканчики чтобы не протекло и поливать будем по чуть-чуть совсем по чуть-чуть перелить ни в коем случае нельзя вот так вот будет достаточно меньше половины чтобы было полито остальной грунт чтобы был сухой вот так получается если там что-то видно вроде видно и поливаем 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 где-то получается наверное пару столовых ложек вот если бы это были фикусы то достаточно было бы одной столовой ложки для полива вот так как гибискусы они побольше растения помощнее и им нужно побольше воды здесь стаканчики еще больше поэтому можно немного побольше воды и последний черенок тоже ставим в стакан и наливаем водички так далее мы ставим все это в тепличку так что я покажу примерно вот так получилось не сильно мокрый должен быть это для того кто не знает для новичков в общем то грунт должен быть стаканчики только наполовину мокрым не целиком весь стакан мокрым не должен быть зип-пакеты у меня вот такие разных размеров я покупаю обязательно в сезон и ставим в этот пакетик обычно я это без камеры уже ставлю в пакет но сегодня решила полностью показать укоренение одного растения даже как я ставлю в тепличку а большие уже кустики у меня такой зип-пакет не поместится есть конечно для продажи зип-пакеты большие в этом году я куплю тоже их огромные разных размеров но я просто обычный целлофановый пакет беру но тоже должен быть большого размера чтобы не сломать растения чтобы все листочки уместились вот таким образом завязываем проветривать нужно пару раз в неделю по пять минут можно подвесить и следить чтобы вода грунт не пересыхал можно немножко подливать вот таким образом два череночка я уже поставлю без камеры остальные и обязательно в обязательном порядке ставим под лампу 12-14 часов нужно светить чтобы укоренились черенки на этом я буду заканчивать обзор желаю всем цветочного настроения укореняйте свои растушки тоже режьте сейчас уже самый сезон и до новых встреч пока пока пока